здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного доброжелательного города стало как можно больше ставьте лайки и нажимайте на колокольчик сегодня дорогие друзья у меня видео из серии про жизнь о том как на меня неожиданно напал дух рождества в конце лета и это дорогие друзья это вовсе не рассказ о моих чудачествах это подтверждение силы визуализации в достижении наших целей и в изменении отношений к чему бы то ни было а дело было так среди жаркого солнечного лета по наводке моей зрительницы я стала устанавливать на телевизоре всевозможные картинки заставки каминов и даже стала задумываться я вам говорил о покупке фальш камин еще советовалась на эту тему но когда я включила вот эти чудесные камины через youtube на телевизоре я хочу сказать для всех вот сейчас как раз в видео у меня смарт-телевизор и в нем уже есть youtube поэтому никаких проблем нет я просто нажимаю кнопку youtube выбираю любое видео камин 4к но в хорошем качестве и включая он идет по 10 часов эти видео идут и поэтому любой камин любое окно я очень люблю окна то есть вид из окна это очень натуралистично вот посмотрите да на мой камин он очень натуралистичен и вот когда на весь экран телевизора какое-нибудь окно а вот за ним живой пейзаж со звуками это тоже очень натуралистично как будто это на самом деле у вас такое окно поэтому я предпочитаю окна и камины ну вот я такой вот человек и не обязательно окно может быть на заснеженный или на дождь вот недавно у меня были окна такие террасы открыты на легкий океанский бриз это просто изумительно если у вас телевизор обычный то вы включаете это же самое на ютюбе на любом носителе на планшете на ноутбуке на компьютере и через шнур подключаете это к телевизору и то же самое получаете то здесь проблем никаких нет и вот я начала включать камины начала включать мои чудесные окна я вам их показывала как приятно в жару посмотреть на падающий снег нам в югу метель особенно когда рядом потрескивает камин и что вы думаете по прошествии небольшого времени примерно пяти семи дней у меня возникло отчетливое осознание что вот-вот наступит рождество новый год снег праздники и у меня наступило праздничное лихорадочное настроение я это ощущала вот прям вот вот сейчас будет новый год и я сразу засуетилась потому что из года в год я все время опаздываю с заказами на алиэкспресс потому что с алиэкспресс идет очень долго товары я сразу засуетилась представляю мое уютное чудесное новогоднее оформление квартиры я придаю этому огромное значение я вам когда про елку моя рассказывала я вам говорила что елку я наряжаю ну примерно в двадцатых числах декабря и разбираю только 8 марта это у меня такое действие 8 мартовской для меня это очень важно я люблю свою елку я долго ее искала я долго ее выбирала она с шишечками она как сосна иголочки такие и она как будто при порошена снегом вот такой вот эффект я очень любовно и долго подбирала к ней игрушки чтобы они вот меня удовлетворяли чтобы они были такие как я хочу я долго это делал несколько лет огонечки именно те которые я хочу и для меня моя елка идеально и вот каждый раз когда я на нее смотрю вот я поворачиваю голову и смотрю елку устанавливаю всегда в моей комнате вот я с пальцем потыкаю вот в этом месте вот вот тут вот здесь у меня про стенок такой пустой сюда как раз моя елка изумительно встает его представлять еще сижу на диване на моем месте около моего столика и любуюсь ей беспрестанно и каждый раз когда я бросаю взгляд на мою чудесную елку меня в груди волна радости знаете как вот прям волна такая накатывает это те самые мои любимые эндорфины и яд моей елки столько радости получаю и я никогда не понимала в этом плане для чего жить по правилам вот почему надо елку наряжать как советские времена 31 числа днем а разбирать ее ну допустим там 5 10 числа я никогда не понимала вот таких правил я понимаю правила и соглашаюсь с ними те правила которые могут нарушить чужой покой это я понимаю но моя елка она мне доставляет радость и никому не мешает поэтому я так делала делаю и буду делать ныне присно и во веки веков потом я мою квартиру в прошлом позапрошлом году начала украшать всевозможными гирляндами но тоже на алиэкспрессе покупал потому что там они дешевле в 10 раз чем у нас и опутала и свое дерево фикус и все что только можно опутать опутала и это придало сказочности моей квартире вот вы посмотрите вот вы сейчас смотрите на мою картинку которой я вам рассказываю вот посмотрите да у меня сейчас новогодний антураж потому что я хочу рассказать о моих метаморфозах и я начала суетиться знаете вот прям конкретно суетиться потому что у меня к новому году были несколько мечтаний которые до сих пор не выполнила это такие знаете пластиковые сосульки прозрачные такие как сосульки настоящий мне очень нравится все прозрачное льдистое такое и я хотела снежинки разнообразные чтобы они были прозрачные я хотела их повесить сосульки прозрачные снежинки на мой фикус чтобы были снежинки разного размера такие затейливые узоры и сосульки такие прям сосулистые и я хотела украсть ими фикус, там на люстру одну сосульку подвесить, пусть сосулец люстры, на, может быть на окно, хотя на окне у меня уже есть новогодний антураж, я не стала снимать зимы, а зачем? У меня на окне висит гирлянда оконная, она висит на штанге вниз на протяжении всего окна, там луна и звезды я их зажигаю, они горят так красиво я их и летом иногда зажигаю, если мне хочется романтического настроения, когда темно, это так приятно, когда у меня вот на окнах луны и звезды а тут еще Галкин на меня из телевизора выпрыгнул, я сижу смотрю и вдруг начинается реклама, выпрыгивает Галкин и кричит все на Алиэкспресс, распродажа, распродажа и вот это все соединилось у меня в голове, то есть Алиэкспресс, распродажа, то что сейчас самое время заказать кстати, я думаю, что я абсолютно права не потому, что меня вот так тряхануло, я свихнулась нет, дорогие друзья просто у меня есть опыт заказов на Алиэкспресс и некоторые заказы шли по 2-3 месяца, поэтому надежды нет у меня, заказывая позднее что это поспеет к Новому году и я, ну с учетом того, что тем более сейчас время скидок я кинулась на Алиэкспресс делать заказы, я вам специально сделала скриншоты, вот посмотрите, дорогие друзья, что я заказала я очень хочу сделать, наконец всевозможные дверные венки я не покупала никогда эти венки потому что они очень дорогие я считаю, неоправданно дорогие и я решила в этот раз купить их по запчастям и сама этот венок сделаю как мне нужно, нужного размера, как угодно я еще хочу сделать маленький такой веночек, у меня есть свечи икейские, которые так мерцают ну, такие на батарейках я хочу взять одну свечку, вокруг нее оплести вот этими сосновыми веточками ставить туда вифлеемскую звезду цветочки, ну вот это все какие-то бантики, там шарики и сделать маленькую такую очень аккуратненькую композицию для новогоднего стола и вы все, дорогие друзья, это все увидите на моем новогоднем столе и я сразу сделала заказы то, что я хотела заказать вот и сосули, всевозможные и снежинки, и запчасти для венка вот посмотрите венка вот это вот дорогие друзья куда я пальцем тыкаю это в такой фонарь фонарь камин я давно хотела его купить но все как-то тянуло вроде вот тоже ли это там не зима же еще а зимой будет поздно эти фонарики очень сильно разбирают зимой они создают антураж он работает лично мой фонарик от usb шнура это очень удобно они есть от батареек но я не люблю батарейки мне удобнее usb шнур хотя можно в принципе и батареечные они разные всякие разных размеров разных фасонов вот эти вот фонарики я хочу этот фонарик поставить в коридоре у меня коридор достаточно темный и я поставлю на комодик и когда я вхожу и мимо прохожу по коридору он будет создавать мне праздничную такой атмосферу там будущие венки которые я сделаю и вот этот фонарик я его купила вот только что на валдберрисе вот прям это новые покупки вот этот чай я заказала синамонистый вот он это чай это сайхерба чай он со специями новогодними там кожура апельсина вот синамон корица то есть вот это все что входит знаете в такие ароматичные новогодние чаи и вгрок то есть вот такое все потом я решила раз уж я начала заниматься новогодним то я решила добить эту тему и вот это вы любуетесь это из овечьей шерсти это плед он такой мягкий он такой теплый и я обязательно хотела сейчас палец пока вот с этими висюльками потому что вот вы представьте вы вы только представьте себе вы вместе со мной сейчас мои дорогие друзья сидите на моем привычном месте на моем любимом диване вот то что я вижу перед собой это то что видите вы мои дорогие друзья то есть прямо передо мной будет чудесный камин абсолютно натуралистичный вот здесь вот пальцем такой вот здесь в этом месте будет стоять моя чудесная елка а мои ноги знаете так я захожу дома босиком я вам говорила а мои ноги будет закрывать так вперед распластавшись вот этот изумительный плед и вот эти вот белые кисти они по моему зеленому ковру будут причудливо разбросан вы только представьте и я на все это с моей дислокации буду смотреть вы представляете какое количество эндорфинов вот прям знаете они как струйками со всех сторон будут попадать ко мне в организм вы представляете какая у меня будет подзарядка моих внутренних батарей это просто нереально а теперь дорогие друзья давайте поговорим о финале апофеозе их моей предновогодней лихорадки это о русском дедушке морозе все эти годы с 90-х годов у меня такой большой и толстый санта-клаус помните когда 90-е годы наступили эти санта-клаус и такие он сантиметров 50 в высоту и он еще фонариком машет музыка в нем играет новогодняя американская они нас в лесу родилась елочка и вот этот вот санта-клаус в своем красном костюме который махал свечкой играл эту музыку я думаю что многих такой был он уже сломался у меня во первых уже свечкой не машут и фонарики не горят просто стоит с бутафорской свечкой и в последние годы у меня появилась жажда нашего русского дедушки мороза пойди-ка его найди и в этот раз вот прямо сейчас я прочесала сначала авито и юлу я всегда так делаю потому что я люблю винтаж и у меня была такая надежда что я найду помните из детства из ваты дедушка мороз у нас был в голубой и красной шубе мне нравится дедушки в голубых и синих шубах мне кажется что это более по-русски чем вот в красный а может это так противовес потому что раньше когда мы знать не знали про санта-клаусов всяких там моем детстве у дедушек морозов были два цвета шуб красная синие вот помню это распространенные были и вы знаете когда я увидела этих дедушек морозов на авито на юле они по таки во первых они по ценам там 20 тысяч рублей и они уже отреставрированы там об этом честно написано и они конечно они уже настолько истлевшие что это уже просто как бы совершенно новый дедушка мороза 30 тысяч которого сделали ну по образу и подобию того самого а те аутентичные у них за эти там 50 лет так выцвела шуба и все но я себя помню когда я была ребенком у меня было непреодолимое желание из дедушки вату тянуть потихоньку я думаю не у меня одной дорогие друзья я помню как я нашего дедушку ковыряла и эта мысль ушла потом конечно поскольку сейчас вот этот алиэкспресс и я много чего заказала я пошла искать на алиэкспресс не нашла даже если он называется дед дед мороз это никакой не дед мороз это всевозможные варианта санта клауса что такое наш дед мороз это длинная шуба но желательно голубого синего цвета это посох посох это у нашего дедушки мороза и наш дедушка держит огромный объемный мешок вот мой дедушка держит огромный мешок в нем подарки торчат он всевозможные елочные ветки он кому-то елочку несет кто еще не успел поставить елочку мне вот этот серебряный мешок за плечами он такой валенках добротный это наш русская дедушка и что вы думаете я прочесала все а нашла дедушку на валбересе причем этот дедушка был последний и я когда его заказывала а я читала отзывы люди писали то наш родной дедушка у него около 40 сантиметров высота то есть он прям идеальный такой дедушка и люди писали что он в коробке поставляется что он отличный и я с трепетом в сердце пошла на в пункт выдачи забирать моего дедулю морозюлю потому что вы сами знаете когда остается с прошлой зимы один единственный дед мороз а сейчас конца конец лета то естественно в каком он может быть виде бракованный все но вы представляете он был конечно без коробки в пакет был засунут детулька но он был абсолютно нормальный дедушка вот идеально ровный нормальный я счастлива а представляете вот я же вам показывал на алиэкспрессе я заказала себе группу оленей я раньше всегда хотела этих оленей заказать они достаточно крупные там крупный олень самый он по ему 25 сантиметров высоту и мне очень нравится вот эти группы оленей они разные два больших там самец самка и маленький олененок они очень изящные красивые такие мягкие и мне очень нравились вот эти группы оленей и в этот раз я заказала вот вы видели группу белых оленей вот вы представьте опять пальцем потыкаю вот здесь моя елка будет стоять вот с этой стороны у меня всегда традиционно стоят дедушки морозы а с той стороны у меня будет стоять группа белых оленей вот согласитесь как вот дедушка он такой белая борода белая шуба отороченная и рядом вот это вот чуть поодаль будет с той стороны вот эта группа оленей это будет прекрасно и вы знаете вот этот дух рождества который меня обуял я очень рада что я поддалась ему и сделала осуществила мои мечты то что я хотела давно и теперь у меня знаете с души как камень упал потому что новый год это такой прекрасный праздник я так его люблю и я в этом этом году встречу его вовсе оружие и кстати с алиэкспресса как вы все знаете дорогие друзья часто вещи не доходят и поэтому у меня будет возможность если что-то там не дойдет еще раз это перезаказать но чтобы это получить потому что все то что я вам показывала но мне нужно все и ни от чего отказываться не собираюсь а в конце дорогие друзья я вам хочу сказать про мощь визуализации визуализации на самом деле это мощнейшее орудие и но только не следует путать его с мечтами и грезами потому что во время визуализации вы проживаете желанный вариант событий и это целенаправленное действие вы подключаете к этому эмоции вот когда эмоция подключена то это точно сработает я вам передать не могу когда вот после недельного лицезрения каминов и зимы за окном вот этих новогодних пейзажей у меня вот настолько эмоции были высоки велики сильны что это просто не могло не сработать и вы видите это сработало потому что я испытала шквал я просто прожила этот шквал эмоций уютный треск камина вот эти окна скачающимися елями и визуализация она заставляет нас стремиться идти к нашей заветной цели вы загораетесь желанием и каждый раз когда вы представляете желание в красках а я именно так делала я представляла дедушку именно таким нашим русским с посохом с мешком в голубой или синий шубе с белой бородой такой закрученный я дедушку именно так представляла и никак иначе и когда вы все это представляете эмоционально в мелочах не только новый год не важно что любую вашу цель которую вы хотите достигнуть абсолютно любую в любой сфере то в нашем мозге формируются новые связи в этот момент между нейронами и чем чаще мы визуализируем тем прочнее это связь а это связь свою очередь она отвечает за точность выполняемых действий в нужном нам направлении то есть мы о нашем желании сообщаем рукой сделаю вселенной это эффект моего присутствия вселенной я так заковырялась я устал я ходил туда-сюда мне неохота была краситься выставлять цвет кстати дорогие друзья вот я обратила внимание сегодня ну сейчас сегодня 25 я снимаю сегодня видео на завтра вот сегодня я читал комментарии и некоторые написали что я сегодня выгляжу в видео так очень как бы свежо видео этот про полезные продукты на которые отодвигают старение я сама сразу это увидела вот дорогие друзья что значит хорошее освещение это эффект новой люстры потому что она настолько ярче моей предыдущей у меня и рожки были там а меньше рожков и они плафончики эти закрывались частично и она такая яркая это люстра я сама это увидела я когда посмотрела на себя в объем в этот в камеру селфи я сразу это увидела я смотрю батюшки мои вот оно реальное омоложение когда лампа такая мощная и свет вас со всех сторон окружает когда вы купаетесь в этом свете у вас нет ни одной тени на лице ни одной тени у меня есть все возрастные изменения разумеется мне 61 год и я когда в лифте еду я уже писала об этом я стараюсь зеркало не смотреть я спиной к зеркалу поворачиваюсь у нас в лифте вот эта лампа светодиодная такого синего цвета такая синюшная и прям над головой то есть когда себя смотр на себя смотришь в зеркало вот или утопленница или ведьма или баба яга ну что-то такое я стараюсь себя не расстраивать поэтому когда я вхожу в наш лифт я спал смотрю а потом к нему принципиально спиной поворачиваюсь а смотрите дорогие друзья как интересно вот возьмем мы для примера любого человека женщину женщину давайте возьмем возьмем женщину вот как сказать когда она настоящая при дневном свете она настоящая вечером при электрическом свете она настоящая в лифте она настоящая при среднем освещении при свете торшера и лебра вот когда она настоящая в дождливую погоду она настоящая когда она в зеркало смотрит все эти портреты будут абсолютно разными абсолютно Абсолютно. Отписанный красавица – это вот эффект, когда свет со всех сторон. То есть вы представьте, сверху на меня мощный поток из люстры, а прямо в лицо мне светит кольцевая лампа, верный друг блогера. Никто без кольцевой лампы не снимает. Я этому обучалась, когда пришла на YouTube и купила эту лампу. Кстати, на Алиэкспресс вам хочу сразу сообщить. И лампа тоже с Алиэкспресса у меня. Я думаю, вот сейчас, когда у меня возраст мой стал уже большой, и когда появились сильные возрастные изменения, птос, брыли всякие, как у Ильфа и Петрова, всевозможные там клубничные румянцы, всякое такое. То есть все приметы времени. Мне приятнее считать, что я та, которая залита светом. Ведь это же я. Или та, которая смотрит на себя в ванной комнате. Потому что передо мной зеркало висит, а над ним лампа, она тоже как бы бьет мне в лицо. Я в зеркале гораздо лучше выгляжу, чем в лифте. В смысле в бане. Поэтому для чего нам с вами, я сейчас к женщинам обращаюсь, выбирать худшую версию себя и верить, что это вы. Вот почему я должна верить, что в лифте это я. Я не буду в это верить. Мне в это верить невыгодно. Жизнь такая короткая. И я понимаю это как никогда. Вот в моем возрасте, что изо всех сил в ней надо искать только хорошее, только позитив. Потому что хоть эту часть жизни прожить в уверенности, что ты красивый, что тебя все любят. Кому это повредит? Вот скажите, кому это повредит? Думай, что люди все к тебе хорошо относятся. Что ты красотка. Что ты хорошо одеваешься. Что у тебя уютный дом. Кому это помешает? Никому. А самому человеку это приносит огромную пользу. Так давайте же, дорогие друзья, изо всех сил визуализировать. Потому что все это мгновенно сбывается. Мгновенно. Просто. Вот эта энергия желания, наложенная на эмоции, вот собственно секрет. Энергия желания, вы должны это представить и выжелать. Плюс эмоции. Что такое эмоции в этой ситуации? Это когда вы должны так представить живо, что у вас сердце забьется. Потому что вот оно и как это все. То есть вы должны это прочувствовать. И это мгновенно все сбывается. И это все улучшает нашу жизнь. И я об этом, кстати, смотрела чудесную серию документальных фильмов. Они по-разному переводятся. Но что-то такое было. Сила мысли вниз по кроличьей норе. И этот цикл, может быть, кто-то смотрел тоже. И цикл этих документальных фильмов чудесно вел Морган Фриман. То есть мне очень нравилось. И там объяснялось с научной, с квантовой точки зрения, что такое визуализация. Как она работает. То есть это, дорогие друзья, не вымысел. Это не вымысел. Нет. Ну вот, дорогие друзья, я вам рассказала о том, как на меня напал дух Рождества ни с того ни с сего. Какую пользу эта визуализация мне принесла. И показала мои новые заказы, мои будущие покупки и нынешние. А в конце, дорогие друзья, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. И я хочу, чтобы и на вас немножечко перешло мое чувство Рождества. Пока!